МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед строителями была поставлена задача, во что бы то ни стало, сохранить уникальность звучания храма. И им это удалось. Мы постарались его сохранить и сделать купол. Видите, купол сделан не так, как обычно. Вот как в церквях делается, он сделан по образцу и подобию того, как он был. 8 лет назад этот храм представлял собой жалкое зрелище. В советские времена лихолетий тут были разные хранилища. Колокольню храма взорвали, а кирпичи пустили на строительство кафе. Примечательно, что первыми восстанавливать храм стали сами жители. В церкви тут связано много легенд и чудесных событий. Люди, разрушавшие Дом Божий, умерли в невносимых муках. А чудом обретенный на купольный крест замироточил. Никулино село небольшое. Постоянно тут проживают около двух с половиной сотен человек. Большая часть населения мусульмане. Но и они не остались в стороне. Активно даже мусульмане наши, татары, даже соседних деревень собирали деньги. Никто не отказывался от помощи. Все были только за, что у нас всего будет храмом. Людей тогда поддержало священно началие вновь образованной барышской епархии. Назначили настоятеля иеромонаха Иосифа. К общему делу активно подключился уроженец Никулина, сельхозпромышленник и областной депутат Андрей Шедышков. Он и стал главным меценатом восстановления. Все вместе смогли завершить первый этап реконструкции и перешли к внутренней отделке. К приехавшему губернатору Сергею Морозову одна просьба – колокольня. И, Сергей Иванович, у нас самый большой вопрос здесь встает. Вы обратили внимание, такой огромный храм без колокольня. Дело в том, что при советском периоде колокольня была взорвана. В свою очередь Сергей Морозов пообещал не остаться в стороне от этого благого дела. Под его патронажем сейчас восстанавливаются несколько церквей. Ну и вообще вот сейчас вот там личные обязательства есть по Павловске. Там построим, но тут в течение пары-тройки лет этот большой храм. Поэтому, если позволите, я здесь тоже попринимаю участие в чем-нибудь. Спасибо. Андрей Шедышков просил за храм, а отец Иосиф за людей. Один рассказывал о этапах строительства, второй о том, как местные жители помогали им в этом нелегком деле. Многие заслуживают поощрения со стороны не только церковных, но и светских властей. Чтобы храму-то губернаторскую дать, это можно такое-то с удовольствием? Уезжая из Никулина, губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в реконструкции храма Владимирской иконы Божьей Матери. И пообещал всяческое содействие. Тем более, что храм является объектом культурного наследия регионального значения. И его уникальность неоспорима. Когда с строителями разговаривали, мы вот сейчас денег дадим, рядом такой построительный. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышевской епархии при поддержке пресс-службы губернатора Ульяновской области. Специально для Уллправда ТВ.